приветствую вас дорогие друзья как меня слышно давайте заполним кто впервые заполним опрос слышно видно по 10-балльной шкале давайте 10 хорошо 5 не очень единичка вообще плохо отлично слышно видно ну я рад тогда с вами сегодня увидеться часто вернее моим всем замом поддержки доделся хавратов да хорошо что напомнили сегодня анталь дар еще низком день рождения если не ошибаюсь мы сегодня 67 лет но не выглядит на 67 лет гораздо моложе и знаете почему потому что человек когда занимается то что он любит чем он реализует свою мечту он молодеет его все клетки и молодеет сосуды молодеет его органы начинают наладить поэтому все кто хочет поздравить на труда очень низкого на сайте низкий точка ком там есть его электронную почта и можете лично поздравить анталь дальше низком я думаю будет приятно мы все очередь тоже он до поздравили и мы хотим в мае вместе привести ему подарок очень интересно поэтому дорогие друзья у нас сегодня у нас очень хорошая 16 апреля день рождения дача низкого сегодня 8 месяцев моему сыну тоже 16 числа родился 16 августа поэтому у меня двойная такая радость сын день рождения как бы спирят до года каждый месяц день рождения дача низкий это партнер мой в бизнесе я рад что я ведь я его являюсь партнером я однажды сделан предложение в июле 2014 года когда он предложил мне возглавить отдел статьи развития инвестиционного по привлечению инвестиций я отказался и предложил ему давайте мы с вами станем партнерами хочу открыть фонд и работать с вами именно через фонд что у меня это больше устраивает поэтому я рад тому что он тогда согласился и мы сегодня я имею скажем возможность сотрудничать и работать с таким великим человеком как анатолий торченицкий потому что хочу сразу сказать чем больше я его узнаю чем больше с ним общаюсь вот я считаю что нам очень круто всем повезло и все кто будет в мае месяце на минске на экотехнопарке но я еще побыли сегодня в этом мероприятии лично есть возможность познакомиться с этим замечательным человеком потому что как я говорил всегда практически это леонардо да винчи нашего времени хотя чем больше я узнаю разработка технологиях которые придумал анатолий дорченицкий я понимаю что он даже наверное где-то превосходит леонардо да винчи хорошо дорогие друзья благодарю за опрос значит у нас сегодня 12 6 процентов людей которые впервые второй раз 17 5 процентов и 82 процента в третий раз и более это все здорово все классно но хотелось бы вот обращаясь к нашим давайте следующий опрос я и обращусь к нашим партнерам вопрос здесь вот еще запомняют да я становлю опрос благодарю всех я хотел бы следующий опрос чтобы ответили на следующий опрос он звучит след так вот вы являетесь партнером или инвестор то есть если вы просто инвестор либо партнер но не инвестировали и партнер который еще является инвестором надо было мне здесь сделать еще еще не являюсь инвестор ну ладно в конце уже звука нет раз два три раз два три как меня слышно хорошо значит так вот я обращаюсь нашим партнером давайте сделаем так чтобы на встречах которые мы проводим я провожу крайне редко и спрашивали куда пропал хавратов он не появляется но видео мои появляются я раз в месяц видео какое-то выкладываю но сейчас ведется очень много работы сейчас ведется работа с крупными инвесторами сейчас в российском законодательстве очень интересные законы которые нам расправляют руки я скажу сегодня наши крылья начинают подниматься выше и у нас горизонт нашей работы он стал намного намного выше потому что я расскажу там некоторые моменты которые сегодня происходят в российском законодательстве и такое ощущение что все происходит для того чтобы мы быстрее реализовали проект skyway благодарю всех за заполнение опроса все я останавливаю опрос и переходим к нашей теме сегодня я встречаю раз в месяц вот в прошлый раз я смотрю на календарь мы с вами встречались 2 апреля сегодня 16 марта то есть ну я не так-то часто не так-то надолго и пропадаю то есть всего лишь две недели прошло каких-то и мы с вами опять встречаемся так вот кто меня еще не знает я являюсь руководителем проекта skyway то есть холдинга сегодня skyway мы начинали с одной компании сегодня мы перешли в систему холдинга у нас предприятия есть в европе в англии америки украине и белоруссии в россии предприятия потребительское общество в россии сейчас намечено еще несколько открытий предприятий маркетинговой компании то есть мы из маленькой компании которая действительно маленькая превратились достаточно большой холдинг с достаточно большими объемами и можно сказать что ну не будем пока сравнивать с кем мы можем сравниться но достаточно крупными фондами российскими украинские так многие фонды мы перешагнули уже давным-давно белорусские тоже вот российские европейские ну и хочу сказать что цель и задача skyway инвестгрупп аббревиатура кстати переводится очень интересно спик аббревиатура с английского как напиться большими глотками и все кто к нам приходят с нами сотрудничать и действительно понимают что знаете я приведу пример вот есть к примеру озеро и вот подходит к озеру человек один берет там допустим вот такую бутылочку набирает второй вот ведро а третья минзурочка подходит и говорит а я вот мне хватит вот такой минзурочки я попью и хватит но мы предоставляем возможность людям огромнейшую и люди начинают с нами сотрудничать они получают не только интересную работу перспективную работу но еще и достаточно высокий уровень доходов и естественно за этим следует высокий уровень жизни и так как мы работаем абсолютно новом тренде сегодня мы об этом поговорим что это за тренд понимая что огромное количество людей сегодня теряет работу кто-то опускается вот особенно предприниматели у них бизнесы начинают как-то теряться приходя к нам люди не просто получают новую работу они получают невероятные возможности которые не было никогда в жизни я также являюсь автором и создателем обучающего проекта академик частного инвестора профессиональный инвестор и магистр по профессии менеджер сетевого бизнеса какие будут сегодня наши темы о чем мы поговорим это современная мировая экономика место скайвей в этой системе перспективы развития вторая тема перспективы развития скайвей почему именно он стал в основе народного экономического ковчега НЭМИ это новая экономическая эволюция мира ясновополагающая концепция СВИК то есть скайвей инвес-групп четвертое какой самый быстрорастущий доходный тренд за всю историю человечества непосредственная выгода 90% людей на планете как за 8-17 месяцев создать капитальный доход более 1 миллиона юнитов а за 4-8 лет создать капитал более 1 миллиарда при этом жить счастливой и прекрасной жизнью эксклюзивная информация для всех присутствующих от руководителя и промо акции промоушены последние новости скайвей и СВИК на этой неделе итак я попрошу отключить чат чтобы он меня не мешал мне когда будут вопросы тогда вы будете отвечать в чате или вопрос итак дорогие друзья давайте подойдем современная мировая экономика и место скайвей в этой экономике посмотрите сегодня происходит серьезные неприятные ну скажем геополитические ситуации в мире которые повлекли за живущим в странах СНГ мы столкнулись действительно бывшего СССР с неприятными моментами сначала после разрушения Советского Союза это война в Югославии серьезная война в Молдавии между Пятнистровом и Молдавией а сейчас мы видим война и такая неприятная ситуация на Украине и живя на Украине особенно на Донбассе я никогда не думал что у нас такое возможно но тем не менее это стало возможно почему ну в большей степени скажу это не война между Россией и Украиной это война это война даже не между Америкой и Россией вернее война на Украине между Украиной и Донбассом или как говорят война между Россией и Америкой не дорогие друзья это война между двумя финансовыми планами Рокфеллерами и и хотим или не хотим но мы в этой системе мировой экономической находимся и почему это происходит ну потому что идет перераспределение ресурсов власти ну и так далее и так далее почему потому что старая экономика которая была основана на неправильных принципах и об этом в разделе новой экономики новой экономической эволюции произошли очень неприятные моменты то есть скажем так это мне напоминает что вы понимали представьте себе крыс загнали в бочку и у них появляются так называемые крысоловы знаете как их делают то есть крыс в бочку забрасывают и появляется одна крыса которая поедает всех крыс ну и потом эта крыса она поедает всех крыс где они появляются вот то же самое происходит в мировой экономике и эта геополитика привела к тому и экономика мировая навязанная естественно говорят администрации Соединенных Штатов да нет администрация Соединенных Штатов вся она нанята на Рокфеллера то есть Рокфеллеры как бы Они переделили мир, и в свое время они поделили их с Рокшильдами. То есть Европа и Евразия к Рокшильдам относятся, а вся Америка к Рокфеллерам. Но друзьям заокеанским стало мало. И так как они сделали свой капитал на войнах, на больших войнах, вторая, первая мировая, естественно, им стало мало. Но что происходит, чтобы вы понимали? Нет определенных ресурсов, и почему это происходит? Нет определенных ресурсов, которые бы настолько продвинули человечество, что людям было бы не до войн, а до развития. То есть развитие, можно так сказать, прекратилось. И необходимо для того, чтобы мирным путем перейти в новый уклад общества, необходимы прорывные технологии. Многие подумали, что это будут интернет-технологии, либо, как некоторый Глазев, кажется, академик говорил, что в России, что это могут быть, ну и в Америке это говорили, и в Европе, это могут быть, скажем, технологии, нанотехнологии и так далее, и так далее. Но это бред. Тогда, когда еще заявляли, я, занимаясь финансами, инвестированием, понимал, что это бред, на этом просто обмоются определенные капиталы, но не может нанотехнологии стать ведущей прорывной технологией мировой. И интернет оттянул какое-то время, когда он появился в начале 2000-го, оттянул какое-то время, но всего лишь на 10 лет. Это мы с вами реально видим. Еще там 10-15 лет назад, 2000-й год, мы себе представить не могли, что мы можем бизнес делать в интернете, а если говорить, по российским меркам, 15% ВВП это проходит через интернет-маркетинг. А если говорить о Соединенных Штатах, о Европе, о Китае, о Японии, так там ВВП больше 50% происходит через именно интернет-маркетинг. А то и все 90%, потому что сегодня даже биржевая торговля, она полностью перешла в интернет, а это считается фактически интернет-маркетинг. Так вот, дорогие друзья, нужна идея, нужна прорывная технология. И я рад тому, что я познакомился в 2014 году с уникальным человеком, Антон Гаршиницкий, который рассказал о технологиях, скайвей, струнной технологии. И вы знаете, за три года до знакомства Суницким я познакомился с проектом Венера. Это интересный такой проект, Джак Фреско, который рассказывал о радиальных городах, новом жизненном кладе общества. И почему он рассказывал, там войны происходят, как избежать этих войн, как идти к развитию, цивилизованному развитию людей, где каждый человек на планете будет жить жизнью. Ну, скажем так, короли средневековья жили гораздо хуже, чем могут жить наши люди уже в 21 веке. Простой человек, простой человек, может быть, незаврядный человек, он, может, лучше, чем короли средневековой Европы в те времена. И меня это очень затронуло, мне очень понравилась тогда идея, но она была у него идея немножко, можно так сказать, утопической. Потому что его идея – это сразу повсеместно вот эту идею во всем мире, что это невозможно. Значит, возможно, только одним способом сделать ядерную войну по всему миру, зачистку сделать полную, а потом с новыми людьми, скажем, делать заново весь мир. Но это неправильно. И вот эволюционным путем, возможно, только если появляется какая-то сверхзадача, появляется сверхтехнология, которая будет интересна всем, начиная от простого человека и заканчивая государствами, чиновниками, президентами и даже самыми крупными финансовыми императорами мировыми. И вот это технология SkyWay. Почему, дорогие друзья? Сегодня банковский сектор, он напоминает, банки должны были быть созданы не по той причине, вернее, банки создавались изначально, это как хранение средств людей и это взаиморасчет. То есть это, скажем, перевести деньги куда-либо. Но в 20 веке банковский сектор начал напоминать компьютерную игру, которая выпускает денег сколько-сколько нужно для того, чтобы покупать людей по всему миру, чтобы они диктовались, диктовать им условия за вот эти вот ничем не подкрепленные бумажки. Сегодня банковский сектор не потому, что выпущено определенное количество товаров, а потому, что кому-то захотелось напечатать определенное количество денег. И если ты хочешь напечатать больше денег, значит ты положи в американскую казну 10%, например, ты хочешь напечатать 1 миллиард долларов в России. Значит ты должен положить 100 миллионов американских долларов живыми деньгами на российские банки, в американские банки, и тебе дадут добро напечатать 1 миллиард долларов. Вы знаете, недавно я видел видео интересное, во времена Сталина какая-то ситуация была интересная, очень правильная. Когда, скажем так, должны соизмеряться с выпуском определенного товара. Если товар выпущен, например, на какую-то сумму, примерно 100%, то выпускается 100% денег. При Сталине в свое время, как бы не ругали Сталина, но деньги, вернее цены падали на многие товары. Почему? Потому что когда растет экономика, к примеру, через 3 или через 5 лет, или через год, товара стало больше, инноваций стало больше, товара стало больше, ну предположим на 10%. Значит, что делается в экономике до 75-го года? Значит, выпускают денег, становится больше, на 10% выпускают больше денег. Это неправильный подход. Сталин делал следующий момент. Он опускал цены на 10%. Если через 5 лет стало товаров еще на 20% больше, это вот 130% товара, то, значит, цены опускаются по сравнению с тем выпуском денег еще на 30%. То есть эта экономика, она достаточно была правильной для того, чтобы, ну скажем, таким образом люди имели как можно больше возможности пользоваться низким по цене товаром, да, то есть для них это копейки стоило. И это бы относилось к благам цивилизации, к благам человека. Но банковский сектор 75-го года, он изменился коренным образом. И фактически под банковским сектором от Международного валютного фонда, от Всемирного банка, зависит страховой сектор, зависит фондовый сектор, зависит полностью валютный сектор. Так, соответственно, рынок недвижимости. Кто смотрел фильм «Играна понижения», где рынок недвижимости настолько был раздутый, силиконовые кредиты, при которых, ну вот посмотрите, фильм там сравнение очень интересное, говорит, что такое силиконовые сертификаты по недвижимости. Он говорит, ну представьте себе, говорит, есть рыба, она сегодня свежая. Завтра эта рыба уже не свежая, мы придумаем рыбную солянку и вкидываем эту несвежую рыбу сюда. Но цену делаем дороже. Вот это называется силиконовые сертификаты на недвижимость. Именно поэтому рынок недвижимости обвалился в 2006 году ипотечный в Америке, ну и, соответственно, в 2008 в наших странах. Ну и говорят, вот ожидает падение рынка недвижимости в азиатских странах. Ну, пока мы видим, что пока стоп стоит. Далее, все эти сектора, естественно, влияли на развитие хай-тека, венчурного рынка и, естественно, развитие науки. Оно блокировалось полностью, потому что тот, кто выпускал деньги, он смотрел, что нужно выпустить, а что нет. Посмотрите, на что будет влиять SkyWay с 2014 года, но я показываю 2016-2017 года, потому что 2016 год. Но с 2014 года на что он начал влиять? Он начал влиять на хай-тек технологии, на венчурный рынок и на развитие науки. То есть, благодаря введению SkyWay технологии мы сегодня, мало того, что полностью изменяем венчурный рынок, где люди могут напрямую финансировать компанию. Второе, это хай-тек технологии и развитие наук, потому что огромное количество разработок и огромное количество умов. Вы увидели последние новости, когда люди становились нашими инвесторами, а потом они дали заявку в компанию, и Анатолий Дорчинский берет на работу этих людей. Огромное количество инженеров, огромное количество разработчиков, которые приходят сегодня работать под крылом Анатолия Дорчинского. Но это не все, давайте пойдем дальше. Что будет в ближайшие 17-20-е годы? SkyWay начнет влиять на страховой сектор и на фондовые рынки. Вы знаете, когда я говорил полтора-два года назад об этом, я думал тогда о том, когда мы сделаем, построим Экотехнопарк, когда мы презентуем SkyWay технологию, вот тогда, и начнут строиться адресные проекты, вот тогда мы сможем подключать уже страховой сектор. То есть страховой сектор почему? Потому что фондовые, пенсионные фонды в основном все находятся в страховом секторе. Так вот, дорогие друзья, буквально на прошлой неделе вышла новость потрясающая. Я был в восторге, я ночью не спал. Почему? Потому что, представляете, если пенсионные фонды, государственные, не государственные в основном, а что такое пенсионный фонд сегодня для любого человека во всем мире? Ну, в данном случае я расскажу о странах СНГ, а потом американские и европейские страховые фонды. Значит, наверное, начну с американских. Американские страховые фонды из чего состоят? И как они отчисляются? То есть американские страховые фонды, они берутся от зарплаты человека, там определенный процент, 3-5 процентов накапливаются, а эти деньги вкладывались в развитие американских компаний. Так как спекулятив жуткий был за эти 20-30 лет, естественно, пенсионерам там остались гроши. Почему в 2004-м сначала, а потом в 2008-м пенсионные сертификаты, они очень сильно опустились, и вот на сегодняшний момент многие пенсионные сертификаты, они стоят просто копейки по сравнению с тем, что они стоили еще в 2007-м году. То есть они для некоторых пенсионеров в два раза меньше стоимость сертификатов пенсионных. Что это означает? То есть, вы получаете какое-то количество денег, они накапливаются, за эти деньги покупаются акции ведущих компаний американских, ну это в Америке, если говорить, да. И таким образом, когда пенсионер выходит на пенсию, то у него есть определенный капитал, созданный из активов компании, куда вкладывались эти пенсионные деньги. И он может что, продать этот пенсионный сертификат и обменять их на деньги, либо получать дивиденды от этих компаний, которыми он владеет. В его портфеле есть определенное количество акций разных компаний. Вот это и пенсионный сертификат. Если говорить о европейском подходе, то европейский подход, он был взят 50% от американского подхода, а 50% от социалистического подхода. Что такое социалистический подход, наш советский подход? Когда пенсионные деньги, пенсионерам выплачиваются деньги за счет работающих людей. То есть мы работаем, нас удерживает в предприятии 36% налог за каждого, скажем, человека, который работает. Например, вам начислили 1000 долларов, вы должны понять, что 500 долларов будет оплачено в соцстрах и пенсионный фонд. Вот этот пенсионный фонд идет на то, чтобы отдать людям пенсию. Я это называю самая настоящая узаконенная финансовая пирамида. То есть деньги приходят за счет новых вкладчиков, то есть а мы с вами вкладчики, и дается пенсионерам. Но здесь есть одна проблема. Пенсионеры в Японии эту проблему поняли, потому что у них там тоже был такой подход с Диан, как и в Европе. Значит, деньги начали опускаться, вовремя, не опускаться деньги, а пенсионные сертификаты начали опускаться в цене, а пенсионеры начали жить до 90 лет, до 100 лет. Вот средний возраст пенсионера в Японии – это 90 лет. Почему повсеместно начали поднимать пенсионный возраст? Сначала это в Америке было, потом в Японии, потом в Европе, ну и теперь и в России, и в Беларуси, и в Украине везде поднимают пенсионный возраст. Потому что люди начинают реально больше жить. Значит, им денег нет куда давать. Почему? Потому что людей, у которых пенсионеров становится столько же, а то и больше, чем тех людей, которые платят налоги. Это проблема социалистической, скажем, вот этого подхода пенсионного отчисления, пенсионного обеспечения. И Европа взяла такой интересный ход, то есть они же берут деньги и на пенсионный фонд, как в социалистической системе, и используя американскую систему, где 3 или 5 процентов от своей зарплаты человек вкладывает в пенсионный фонд, то есть он сам себе создает пенсию. В странах СНГ с 2000-х годов страховые фонды и страховые компании пробили то же самое, и получается вот такая вещь. То есть, чтобы вы понимали, страховые деньги и пенсионные деньги, которые не государственные пенсионные фонды, которые вы обязаны оплачивать, то есть так называемые добровольные обязалства, скажем так, где ты обязан. И вот сегодняшний наш человек, который хочет себе создать пенсию, у него он платит пенсию. Первое. Обязательную пенсию, вот эти вот 36 процентов, которые предприятия забираются, и потом человек сам платит до 18 процентов налог. Потом второе, это негосударственные пенсионные фонды, где отчисляется 3-5 процентов, и ты можешь сам себе еще пенсию создавать. То есть для перестаховки. Вдруг пенсионные фонды рухнут, как в Америке, и вот, значит, ты сам себе создавай пенсию. И вот в этом, почему я говорю большой прорыв, особенно для нас, я когда это узнал. Значит, сейчас ведется положение, положение уже обсуждается, и осенью, скорее всего, будет введено, где пенсионные фонды могут 1% своего портфеля вкладывать в развитие венчурной компании, высокотехнологические венчурные компании, которые имеют большую перспективу роста и дивидендов. Дорогие друзья, вот из всех предложений венчурных, которые существуют сегодня на территории, по крайней мере, России, да и всего мира, предложение Skyway является самым актуальным, и сейчас вы увидите чуть позже в моем выступлении. Поэтому, если я думал, что мы сможем влиять на страховой сектор именно через пенсионные фонды, когда мы запустим, уже начнем строить адресные проекты, то сегодня по этому положению мы уже имеем возможности, и мы сейчас уже готовимся вести огромное количество переговоров со страховыми компаниями, с пенсионными фондами, где, чтобы вы понимали сумму, 1% от портфеля, это от 1,5 до 15 миллиардов долларов ежегодно, которые могут отчислять, это 1% на вот эти венчурные, венчурные инвестиции. И мы претендуем, конечно же, взять примерно до 10%, может быть, даже больше, но в чем уникальность, дорогие друзья, что сегодня мы можем работать как напрямую с этими пенсионными страховыми фондами, так и с предприятиями, которые отчисляют эти отчисления, и вести прекрасную, интересную работу. Гораздо лучше и круче, чем ведут страховщики. Более того, мы можем подключать страховые компании, можем подключать страховых агентов, которые уже работают с предприятиями, показывать выгоду, как они работают с нами. Поэтому уже, если я думал, мы начнем с 2017-го, с 2020-го влиять на страховой сектор, то как только осенью в России введут вот этот закон, огромное количество, я вам скажу, и фондов, и пенсионных фондов, они не имели права вкладывать венчу. Я вел переговоры на Украине, мы общались в России, они говорят, мы не имеем права по законодательству. Если выйдет такой закон, то мы с удовольствием, мы очень хотим вкладывать в Skyway, но нет законодательств, регулирования законодательства, чтобы мы это делали. Сейчас после утверждения у нас появляется просто невероятный инструмент работы, и мы сможем именно на страховой сектор влиять уже с 2016-го, ну максимум уже с 2017-го года. Следующий момент, почему мы начнем влиять от 2020-го, то есть в 2020-й год, на банковский сектор, фондовые рынки, валютные рынки, рынок недвижимости, потому что, дорогие друзья, если кто знает, он только еще низко, не только технологии транспортные, но и технологии дешевого строительства жилья, зданий, то есть вот этих монолитно-железобетонных зданий, где квадратный метр будет стоить в десятки раз дешевле, чем сегодня, вакуумного стекла, за счет вакуумного стекла, строительство очень недорогих и по цене, скажем, но в эксплуатации очень, и в эксплуатации дешево, это частное домостроение. Поэтому в ближайшие, вот скажем, 13 лет технология Skyway будет влиять на весь сектор мировой экономики. Что это означает, и я хочу сказать вам цифру, чтобы вы понимали. Вот самые богатые люди мира, это Рокфеллеры и Ротшильды. Средний капитал, и вот по ним таким вот в интернете источники плавают, никто же точно не знает, потому что они в Форбсе не выставляются, в Форбсе выставляются те, скажем, кто зависит от них, от этих финансовых операторов. Так вот, капитал Рокфеллеров оценивается примерно в 700 миллиардов долларов, а капитал Ротшильдов больше одного триллиона долларов. Но также есть очень известный такой тоже финансовый план, это группа компаний под Ватиканом, которые оцениваются больше полтора триллиона долларов. Но чтобы вы понимали, дорогие друзья, когда вам говорят, что вам большие дядьки не дадут сделать этот бизнес, вот чтобы вы понимали, для того, чтобы только построить 50 миллионов километров в дорогах нашего транспортной системы, необходимо, ну, примерно от 50 до 100 триллионов долларов. А если с инфраструктурой линейных городов, как вы видите у меня за спиной, то эта сумма вырастает до 500 триллионов. У них денег не хватит. Опечатать на компьютере это невозможно. Значит, нужно будет вкладываться только в такие проекты, где будет очень высокая окупаемость и высокая прибыль. Окупаемость SkyWay же находится на уровне от 3 до 5 лет. То есть это доходность от 20 до 35 процентов годового дохода. Некоторые проекты могут дать годовую доходность на уровне 100-200 процентов годовых. То есть к чему я говорю? Говорю, что если сегодня существующая транспортная система, а это является, вот любая транспортная система является градообразующей транспортной артерией, и если она вот такая, как в Японии, которая может окупиться только за 200 лет, или за 300, или Китай, которая китайская скоростная система железнодорожная, которая может окупиться за 15-20 лет, то SkyWay может окупиться за 3-5 лет, а некоторые проекты даже за 1-1,5 года, некоторые проекты за полгода. Например, такой проект, как Ханой Ха Ши Мин во Вьетнаме, его за полгода можно построить, и за полгода он может окупиться с доходностью больше 150 процентов годового дохода. А там Торн-Яркутск, это грузовая система, а в Перу необходимо руду с горной территории опускать к морю, там проект стоит около 8 миллиардов долларов, а ежегодная доходность может быть на уровне 20 миллиардов, это 250 процентов годового дохода, за полгода может быть окупаемость. Так вот, я к чему говорю такие вещи, друзья, чтобы вы понимали. На сегодняшний день в современной экономике доходность на уровне 5-15 процентов в производственно-транспортной сфере это достаточно высокая доходность. Высокую доходность годового дохода имеют только хедж-фонды, которые в основном работают на инсайде, то есть они имеют инсайдерскую информацию, за счет того, что идет падение рынка, они могут зарабатывать там иногда даже за 3-4 месяца или с одной сделки, там 100-150 процентов. Но это инсайдерская информация, и они эти деньги воруют у простых людей, скажем так. Они, скажем так, убивают полностью пенсионные накопления, зарабатывая себе капиталы. Это неправильный подход, который в ближайшее время просто исчезнет. И тогда человечество, оно должно думать о том, а куда же мы должны вкладывать деньги, чтобы, ну, либо в пути, либо нужно сделать в мире хаос, войну, все разрушить, а потом выстроить новый мир. Но когда выстраивается новый мир по этим же принципам, ничего хорошего не происходит. Это тяжко времени на, может быть, 100-200 лет. И мы это видим реально. Первая и Вторая мировая война, война, Вторая мировая война, она ничего, какое-то время, а потом все приходит на круги своей экономики. Либо применяется новая, альтернативная, прогрессивная, инновационная технология, вот в данном случае SkyWay является такой технологией, которая позволяет миру расти и развиваться, и SkyWay может стать основой новой экономической эволюции мира. Какие же, скажем, перспективы развития SkyWay, в каких секторах он может вести развитие, но это первое, новая транспортная система второго уровня. Второе, как я говорил уже, в строительстве. Третье, в социальных сферах, потому что социальные сферы, они могут иметь очень большие выгоды. Ну, приведу как пример. Представьте себе, если пенсионные фонды, даже, ну, скажем так, 30% они будут вкладывать в SkyWay, да даже 20% в SkyWay, то люди, которые являются сегодня пенсионерами, значит, эти люди, в ближайшее время, ездя на транспортной системе SkyWay, увеличивают доходность, и в том числе свои дивиденды. Таким образом, если даже любое государство ставит цены больше на проезд, человеку, который является совладельцем транспортной системы SkyWay, ему пофиг. А если он напрямую стал инвестором, как мы предлагаем, станется напрямую не через пенсионные фонды, не через страховые фонды, не через государственные там организации, напрямую, он имеет еще двойную выгоду, он еще больше может иметь пакет, потому что, если когда пенсионер вышел и ему дали страховой сертификат, когда умер этот человек, к сожалению, вот к большому сожалению, его родственникам не переходит этот пенсионный сертификат, он сгорает, скажем так, да? А почему он должен сгорать, когда эти же деньги вложены в акции каких-либо компаний? Но по закону это так. А когда человек напрямую становится акционером компании, тогда он свои акции может передавать по наследству, и его дети никогда не будут ни с чем нуждаться. Потому что, ну, я сегодня покажу вам пример, имея там даже 100 тысяч акций SkyWay, какие возможности уже будут через 10-15 лет, а через 30, так еще более. Поэтому в социальной сфере будет идти серьезное влияние. То есть, к чему я так говорю? Что те 90% людей, которые сегодня, ну, 50% находятся за гранью бедности, эти люди только лишь, скажем, став акционером SkyWay, или через пенсионные фонды, которые они будут отчислять пенсионные фонды, и будут знать, что эти пенсионные фонды вкладывают в SkyWay, эти люди никогда не будут нуждаться на пенсии, а будут жить гораздо, гораздо лучше, чем сегодня пенсионеры санкции цивилизованных европейских стран. Далее, в финансовой сфере будет влияние очень серьезное на финансовой сфере. Представляете, когда необходимы вот такие вот потоки, когда необходимо вот это вот финансирование тех или других проектов, значит, таким образом идут движения средств, а движение средств должно обслуживаться определенной категорией людей, значит, определенная категория людей будет иметь работу. Более того, валютный рынок будет задействован. Почему? Потому что это же будет в разных валютных сегментах, значит, будет обмен валюты, значит, те люди, которые работают на валютных рынках, они тоже будут иметь доход. Дальше, в системах связи, вот в этой, скажем, путепроводе, который есть, будут зашиты так называемое оптиковолокно, но гораздо более другого качества, где, скажем, связь и скорость интернета будут, ну, в 100 раз, может быть, больше, чем она сегодня. Вот сегодня уже есть скорость 1 терабит, так называемый, да, но эта скорость будет еще больше. То есть, если у меня идет задержка звука сейчас, задержка видео, быть может, то, когда будет полностью опоясан весь земной шар технологии Skyway, у нас не будет этих проблем, мы будем разговаривать, картинка будет просто идеального качества. В услугах и производстве, то есть, благодаря развитию технологии Skyway, ну, представьте себе, что, вот я сегодня нахожусь в Таиланде, здесь очень вкусная манго свежая, там, мангустины такие красивые, ну, то есть, экзотические фрукты, там, вот же кокос, он очень полезен и для детей, и для взрослых, но его нет на севере, нет в наших регионах российских, но представьте себе, за каких-то там 20 часов то, что сегодня растет на дереве, тот же банан или тот же манго, оно может быть на дальнем севере. Клубника, которая может выращиваться в средиземном, в черноземье центральной части России, может быть, Украина, она может на дальний север приходить, как только что сорвано. Мясо, которое может быть более в экологических, чистых местах, выращено, оно будет очень быстро пересекаться. Рыба, которую на Дальнем Востоке сегодня дешевле продавать японцам и где-то вот в Азию, чем везти в Москву, потому что долго идет. Здесь может быть рыба доставляться буквально за каких-то 19 часов, то есть свежие будут овощи, фрукты. Ну и плюс в сельскохозяйственном сфере будут тоже очень серьезные перемены, потому что очень быстро будет доставка товаров, доставка продуктов в любую точку мира за счет того, что городская система, грузовая система будет двигаться, перемещаться грузы будут в 5-6 раз быстрее, чем перемещаются они сегодня. В автоматизации. Если вы уже видели несколько видео про умный Юнибус, так вот автоматизация, если говорить об автоматизации, говорить о том, что будут ли у нас конкуренты, да, совершенно верно, будут конкуренты. То есть мы не претендуем на то, что мы будем 100% все. Наверняка люди начнут работать в многие компании, американские, европейские в этом сегменте, но я думаю, что у нас есть интересные предложения для того, чтобы они не работали в этом сегменте. Но если даже появятся конкуренты, они будут работать над автоматизацией управления, а сегодня уже Юнибус работает над автоматизацией управления, и мы сможем продавать эту автоматизацию управления нашим же конкурентам. Естественно, мы как акционеры будем получать из этого прибыль. Далее, подводных просторах. Есть такое понятие, как сферические города, которые могут находиться под водой, и в водный мир, вы знаете, космос больше изучен, чем водный мир у нас изучен. И поэтому могут в будущем вполне вероятно быть города в подводных просторах, и хочешь жить под водой, пожалуйста, там три месяца полгода пожил под водой, потом на суше. То есть это говорит о том, вот есть понятие и от мирового правительства, и шло, если вы слышали, такое понятие, как создание золотого миллиарда на Земле, потому что чем больше людей на планете, тем больше и хуже мы вредим экологии, ну и значит Земля-матушка наша на меньше останется. Но здесь, дорогие друзья, я хочу сказать, немножко не правы в этом, потому что если использовать альтернативные источники энергии и определенные технологии, то у нас Земля может быть и 100 миллиардов человек жить, и при этом экологию Земли мы не нарушим. Все будет в порядке, все будет хорошо. И вот именно расселение и города в новых, вот те же сферические города, они могут быть на Дальнем Севере России, они могут быть в Сибири, и представьте себе, вот такие сферические города, где температура круглый год 22-25 градусов, и, скажем так, могут расти пальмы, те же манго, те же кокосы и так далее. За счет чего? За счет, опять же, технологий сферических городов. И одно из направлений добычи полезных ископаемых, это то, на что может влиять. Все это приводит к тому, что это проходит через шестой технологический уклад, в основе которого станет Skyway. Но и самое интересное, дорогие друзья, что Skyway, это может быть как народный экономический копчег, который может быть эволюционным способом, мирным способом перехода в абсолютно новое технологическое состояние. А за этим следует и новая экономическая эволюция мира, как основа нового жизнеуклада общества, где огромное количество людей не будут ни в чем нуждаться. Люди, которые сегодня нуждающиеся, потому что экономика неправильно выстроена, нуждающиеся, они в будущем могут не нуждаться, они будут жить намного лучше и заниматься любимым делом и заниматься тем, что будет прогрессировать общество, а не деградировать. Ну и, скажем так, конечно, это может быть звучит как-то немножко фантастически, может быть звучит как бы научной фантастики. Ну, вы знаете, в детстве я любил читать научную фантастику, но прошло каких-то вот сейчас 35-40 лет, потому что я с 9 лет читал фантастику, и я сегодня реально соприкоснулся к тому, что я являюсь активным участником в продвижении того, что я читал, и введении это в жизнь. Я уверен, что пройдет каких-то 10-15-20 лет, и мы все с вами увидим, как мир изменится, и когда все, что я сейчас говорю, оно станет определенной реальностью. Но того, чтобы к этому прийти, дорогие друзья, необходимы два фактора. Многие люди борются там, что во всех странах это политические такие изголоски, политические такие, знаете, как вам сказать, как правильно сказать, наверное, политическая борьба, популизм в большей степени, наверное, когда они борются с бедностью. И меня просто смешит, как когда они предлагают технологии борьбы с бедностью, что нужно всех накормить. Дорогие друзья, я хочу вам сразу сказать, чтобы не было бедности и нищеты в любой стране, нужно бороться не с бедностью, а нужно идти в направление, где мы людям будем помогать становиться просвещенными и просветленными людьми. Людям нужно просвещаться и обучаться в первую очередь, потому что какую бы вот сегодня взят курсы Российской Федерации и многие сегодня в разных странах говорят об этом, ну такой принцип как народовластие, да, то есть когда народ может управлять страной, но это не тот дебилизм, который выстроен был в Советском Союзе с дедушкой Лениным, где они полностью убили сильнейшую державу и сделали непонятно что. И если бы не Сталин, конечно, то неизвестно, что бы было бы от той России, которая была разрушена. А народовластие, я имею другие принципы народовласти, где народ и чиновники, где чиновники и руководители стран становятся не для того, чтобы урвать что-то, а для того, чтобы свою страну или свою территорию, или то, за что они отвечают, из этих людей, чтобы жизнь этих людей стала еще лучше. Смешно, конечно, звучит по сегодняшним меркам, но знаете, почему это будет? Потому что уже более 15% людей на планете, они перешли в совсем другую так называемую колебание, энергетическое колебание, уровни, скажем так. Да, еще огромное количество людей находится на очень низких уровнях, и это может быть таким образом мешают развитию прогресса, и почему 20-й век был с одной стороны прогрессивным, но с другой стороны не дали прогрессу очень серьезное движение. Это из-за того, что огромное количество людей находится на низких колебаниях, на низких энергиях, но 15% людей уже поднялись на более высокие энергии, и хотим или не хотим, происходят перемены, энергетические перемены, всей Земли, и вы видите, что та Третья мировая война, которую нам ожидало, что она будет ядерной и так далее, и так далее, она не случилась, и ее не будет. Она произошла более информационной такой войной, чем физическая война, разрушительная война. Это опять же работа вот этих вот, скажем, людей, которые уже перешли на более высокий уровень, и я хочу сказать, что мы приходим к тому, что те люди, которые сегодня имеют возможности изменения и перемены в новый жизненоклад общества, они двигаются, и хотим или не хотим, эволюция идет независимо от нас. Кто-то может быть со стороны смотреть, но кто-то может быть активным участником. Я являюсь активным участником этого нового жизненоклада общества, строительства нового жизненоклада общества, и я призываю всех людей присоединиться к нам и стать активными участниками, чтобы мы быстрее все это смогли сделать, потому что чем больше будет нас, простых людей, которые поддерживают технологию Skyway, поддерживают идею нового жизненоклада общества, тем быстрее это все реализуется. И что же такое новая экономическая эволюция мира, дорогие друзья? Ну, первое, это справедливое перераспределение нового кодекса. То есть, для того, чтобы это произошло, простым людям необходимо обрести знания и просвещение во всех сферах жизни. в этом укладе. Стать хозяином своей собственной деятельности. Друзья, не нужно слушать сердцем, нужно слушать интуиции своей, да, и прислушаться к своему голосу сердца. И самое главное, вот самое главное в этом плане, понимание законов богатства. Я не даром здесь поставил слово богатство, бог, корень, как бог, потому что здесь нужно понимать следующее, как говорится, все вышли, кошечек, или и так далее. Это значит, он имеет полное позиционироваться по законам божьим, да, и вот как бог, он всемогущий, так и человек, он всемогущий, он может все, только нужно поверить в свои собственные силы. Нужно нам всем поверить, что мы можем изменить мир мирным путем, эволюционным путем, нереволюционным, да, и когда это то тогда мы очень будем вложить вещей. Второе, это первоочередное получение выгоды, то есть человек, любой человек, он должен понимать, что он должен иметь выгоду, а для того, чтобы иметь выгоду и понимать выгоду, если мы живем в мире финансов, и мы каждый день, вот сегодня, каждый день человек молится на деньги. Почему? Потому что каждый два раза в день он сберет свои деньги и куда-то их отдает, а то и три раза, а то и десять раз в день, да, поэтому если мы находимся и живем в мире денег, если деньги сегодня уже даже заменили Господа Бога для многих людей, то тогда необходимо понимать знания финансовых и инвестирований, именно поэтому Skyway Invest Group имеет очень хорошие образовательные курсы онлайн, оффлайн, консультационные курсы по финансовой и инвестиционной грамотности. И во втором, чем больше полезности привнесено в развитие общества, то есть выгоду нужно получать не только самому, но выгода, она должна быть обоюдная, то есть ты больше выгоды получишь только тогда, когда ты больше выгоды привнес в общество. Если, вот приведу вам простой пример, когда сегодня чиновниками строится дорога, не строится даже, есть дорога, они берут ее, ремонтируют и рассказывают, что они вложили там какое-то количество денег, ну поремонтировали ямки, простые ямки. И вот когда чиновниками сегодня эти деньги расходуются, просто выкидываются на ветер, мне иногда тошно смотреть на это, потому что мы можем предложить нашу технологию, где государственное предприятие может стать чуть ли не на 60% владельцем этого транспортного пути, то есть участка пути, получать высокую прибыль, и чиновник, который стоит в руководстве этого города либо этой области, он как человек, который смог на это повлиять своим волевым решением, голосованием и так далее, и те люди, которые принимают законодательное собрание по этому поводу, они улучшают доходность своего города, то есть они свой город начинают не высасывать из него деньги за счет налогов граждан, а за счет того, что они вкладываются в определенное развитие инфраструктуры, новых технологий, получает город прибыль, люди получают прибыль, и идут определенные дотации, где и медицина может стать бесплатной, вернуться, как в советское время было, и намного лучше она может быть, а врачи будут зарабатывать достойные деньги, и образование может стать бесплатным за счет вот этих дотаций, за счет того, что государственные предприятия могут создавать доходность, а не просто расходную вести часть на непонятно какие вещи. Вот когда человек начнет задумываться о тем, что я хочу привнести выгоды больше людям, естественно, соответственно, получить выгоду самому себе, это будет нормальное явление, и любой человек будет понимать, что если этого человека избрали, и он стал руководителем в каком-то городе, либо в какой-то стране, и он поднял экономику страны до высокого уровня, и любой человек в этой стране, он живет, как говорится, у Христа за пазухой, и идет бесплатное обучение, бесплатная медицина, идет развитие общества, то, естественно, такой человек, если даже и претендует на какую-то высокую доходность, чем больше все остальные, это нормальное явление, должно стать для человека, не должно стать завидностью. По этому поводу есть хорошая сказка, детская, вот сейчас у меня ребенку 8 месяцев, я читаю сказки, когда воробей, блин, и воробей, блин, и еще кто же третий, кто же третий, и мышка, да, значит, они блин варил кушать, воробей приносил какие-то зернышки, а мышка там тоже что-то делала, и вот воробей решил, что он много работает, нужно поменяться местами, и воробей поменялся с местом с блином, мышка с воробьем, ну и в результате им кушать не было ничего, они плакали, сказали, вот мы ошиблись, давайте-ка мы вернемся на свои места, ну это примерно напоминает сказка, когда Советский Союз развалили, потому что мы типа плохо жили, окажется, на сегодняшний день выясняется, что мы не очень-то плохо жили, а по сравнению с капиталистическими странами даже преимущества были у нас во многих направлениях, так и здесь, вот в развитии новой экономической эволюции мира нужно понимать, что каждому человеку нужно дать такую возможность, чтобы он нашел себя, люди, когда находятся не на своем месте, происходит деградация и общества, и деградация этой личности, которая не на своем месте, потому что люди тогда идут за деньгами, а не за тем, что ему нравится, но если человек будет заниматься тем, чем ему нравится, то тогда он никогда не будет работать и нужно понять следующее, когда ты занимаешься тем, чем тебе нравится, ты всегда будешь получать деньги, но для этого человеку нужно образовываться и поэтому в наших обучающих курсах, наших обучающих вебинарах мы проводим огромное и уделяем огромное количество времени, чтобы люди нашли себя и шли по пути своего предназначения, по пути своего признания. И мы учим даже этих людей, как можем научить вас, любого из вас, как монетизировать, скажем, свою идею, как свою идею превратить в деньги. Это несложно. И тогда ты никогда не будешь работать ни на кого, тогда ты будешь заниматься своим любимым делом. А когда в обществе 100% людей будут заниматься каждым своим любимым делом, тогда общество будет расти гармонично. Так вот, третье, потребительские общества плюс технологии дает прогрессивное созидание. Что происходило в развитии 20-го века? Я сейчас перейду к следующему слайду, и тогда мы как раз посмотрим. Но нужно понять, что у человека должно быть прогрессивное мышление, он должен научиться понимать информационные потоки и любить свою планету, любить свой город, любить свою землю, в которой он живет, любить всех людей на этой земле. И чтобы от человека исходило чувство любви. Даже если сегодня ему любви не хватает, тогда нужно учиться и медитировать для того, чтобы входить в медитацию и учиться любить все вокруг. И тогда этот человек начнет лучше жить. И вот давайте вернемся теперь к истории. Я покажу в следующем слайде, то есть, что такое был 20-й век прогрессивных технологий или век порабощения, исторические факты. Вот посмотрите, у нас есть крупный, вернее, разработчик технологий. Я вот так сейчас выделю рисунком. Вот у нас есть разработчик технологий. Вот он. Ему нужны деньги. Кому он обращался? К крупному инвестору и капиталисту. Что капиталист смотрел? Если эта идея не разрушает его бизнес, значит, все нормально, он будет инвестировать деньги. Если разрушает, значит, он полностью закрывает этого разработчика, выкупает все его патенты. Это как было с Николас Теслой. И таким образом, ну, скажем так, ликвидировал этого человека. И огромное количество разработчиков. Ну, знаете, что сейчас разработка есть. На воде двигатели могут машины ездить, да. Но их не продвигают. Почему? Потому что крупным капиталистам, финансовым императорам это невыгодно. Давайте посмотрим следующее. Если ему выгодно, он вкладывает в технологии. Затем происходит реализация проекта. Он собирает огромные прибыли. Но так как существуют фондовые рынки и пенсионные фонды, они приходят на фондовые рынки и начинают скупать уже по завышенной цене вот эти акции, доли в компании. И потребители, когда начинают пользоваться тем, что технолог и разработчик придумал, основные большие капиталы получают, что крупные инвесторы, капиталисты. Смотрим дальше. Если у нас изменится технология, изменится подход, то, что разработчик технологии, вот она обращается к кому? Для того, чтобы реализовать проект, он обращается к группе, огромному количеству людей, которые напрямую финансируют разработчиков. Но так как эти потребители, группа людей, они являются потребителями, и они же профинансировали, у них есть доля, какая-то доля небольшая в этой компании, они получают прибыль. Тогда вот эти капиталисты, так называемые, они им не нужны. И почему вот я не раз говорил о том, что приходят иногда люди и говорят, а мы можем дать вам миллиард долларов. Ну, кстати, вот говорят, но еще ни с одним из таких не разговаривал. Он говорил, что он может дать еще и низкого, и полностью его забрать под себя. Но хорошо, что он у нас наученный, и он не поддается на эти темы, и я хочу сказать, что он тоже дать еще и низкий в этом плане молодец, что он имеет такой опыт, и, скажем так, вот эти все большие дядьки с большими деньгами думают, что если нужны деньги, значит, нужно забрать бизнес человека. Он для реализации проекта захочет, чтобы это было. Но Анатолий Ударович не из таких. Так вот, я что хочу сказать, дорогие друзья, что в этой сфере, в этой сфере, тогда вот эти капиталисты, они не нужны. Но люди, миллиарды, миллионеры нового типа и мультимиллионеры, это не те, кто обладает сегодня, огромным капиталом. Это те люди, которые обладают способностью и влиянием на огромное количество людей. Если ты имеешь влияние на людей там в десятки тысяч человек, значит, ты можешь сказать, что ты миллионер, потому что эти люди, то миллионы людей, на 30 человек, то таким образом происходит, что ты мультимиллионер. А если у тебя происходит влияние на миллиард людей, и у каждого есть один, два, три человека, то таким образом ты являешься миллиардером нового типа. Почему? Потому что когда ты имеешь влияние, допустим, на миллион человек, и нужно, допустим, там 300 миллионов для реализации проекта, вот Анатолий Дашюниска, к примеру, да, миллион человек по 300 долларов отдали за год, вот, пожалуйста, получили деньги. То есть, если нам необходимо построить, например, Санкт-Петербург, Владивосток, нужно 30 миллиардов долларов. Если у нас есть 10 миллионов человек, россиян, которые говорят, да, мы хотим поддержать этот проект, если 10 миллионов россиян умножить на 1000 долларов, это получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, 10 миллиардов долларов в год может прийти. За три года этот проект может построиться исключительно народными деньгами. Не нужны деньги бюджетные, народные деньги. И тогда прибыль со всего этого проекта получает кто? Люди, которые находятся в этой стране. Поэтому в новой экономической эволюции мира людям очень выгодно будет финансировать напрямую проекты, в которых они могут иметь определенную долю. А если этот проект еще является этого проекта, то он получает двойную выгоду. Чем больше пользуется товаром или услугой, тем больше дивидендов он получает. Вот простой сектор, в котором может развиваться новая экономическая эволюция мира. Давайте мы сами посмотрим. Это научно-производственный сектор, сектор недвижимости, образовательный сектор, сектор обслуживания, транспортный, сельскохозяйственный, строительный сектор. В этих во всех секторах, где люди могут напрямую финансировать определенные, скажем, компании, как технологические, так и компании уже, которые работают и хотят развиваться, чтобы эти компании не попадали в лапы так называемых финансовых жуликов, которые хотят только забрать бизнесы, то есть раздать кредиты, потом поднять цены, потом опустить этого бизнесмена и по дешевке забрать все его предприятия. А чтобы люди становились соинвесторами этого предприятия, а так как они потребители этого товара и услуги, они будут получать выбор. Простой пример, если это, к примеру, разработка технологий, альтернативной технологии, свет, тепло. Например, вы живете на гектаре земли, далеке, 50 метров от города. Представьте, у вас есть определенные технологии, где вы ни за свет не платите, ни за тепло не платите, ни за воду не платите. Почему? Потому что технология позволяет вам пользоваться этим, и вы купили определенное оборудование, которое вам дает свет, тепло, а еще при этом, если вы профинансировали в самом начале этого разработчика, то для вас это вообще пользуется бесплатно. А кто другие покупают эту технологию, вы покупаете прибыль. Далее, простой пример на, вот с Анатолием Дарчем-Юнисским, разработка струнных технологий, которые мы финансируем, и после реализации проекта мы пользоваться будем этой технологией все, и мы с вами можем получать дивиденды. И чем больше будет построено этих дорог, чем больше будет построено, применено этой технологии в разных странах, в разных городах, тем больше акционер корневой компании сможет получать дивиденды. И почему, вот давайте посмотрим, происходит несправедливое переоспределение компетенансов и императами в 90% населения. Потому что финансовый императ, о котором я уже говорил, это три сильнейших таких клана, которые на протяжении уже одни там на протяжении тысячи лет, вторые на протяжении 300-400 лет, а вторые на протяжении 150 лет используют подходы, при которых порабощают людей. То есть население 90% использует только технологии, которые помогают им управлять этими 90% людьми. То есть создание общности ориентированного на разъединение и национализацию. То есть придумать какую-то национальность, а какая-то национальность она не нравится кому-то и так далее, и так далее, и так далее. Разделение на элитарные страны, страны 3-го, 4-го и других миров. Кто разделил, что вот есть страна 1-го мира, страна 4-го или 3-го мира. Но они это делают. Создание управления образовательной системы, ориентированной на управление и подчинении системе. Кто не в системе, тот враг. Этого нужно уничтожить. Почему я говорю, что в первую очередь с образованием мы должны полностью с вами положить в свою голову, а за 5 лет любой человек за 5 лет он может переменить свое мировосприятие. Как только изменится мировосприятие, то многие люди изменятся в сторону, в которой происходит прогресс. Вот не деградация личности, а именно прогрессивность личности. И что необходимо, чтобы изменить жизненный уклад, дорогие друзья, создать справедливое прогрессивное общество людей, живущих в мире в ремонии, процветании и счастье. Ну, первое, создание общности ориентировано на объединение и уйти от шаблонов национальностей, территориальных принадлежностей и других разъединяющих факторов. Дорогие друзья, мы живем на одной планете, и меня всегда в последнее время особенно, знаете, что начинают удивлять, а кто сказал, что вот на этой большой территории Евразии вот это Европа, а это Азия? Кто сказал, что вот здесь ближний Восток? Там, да, Восток. Алло. Алло, Виктор. Алло, Виктор, ты что-то хочешь сказать? Алло. Николай, меня что, не слышно? Алло, Виктор. Алло. Так, хорошо. Дальше. Понимать, мы все люди планеты Земля. Иначе мысли планетар, что мы все есть дети матушки Земли, нашей планеты, нет Европы, нет Азии, есть одна большая прекрасная территория. То есть, если ты какие-то там делаешь ссылки, рассылки, у тебя хорошее настроение, они вдруг тебя закидывают какими-то видео, ты пришел там, что-то там посмотреть, а тебе бабах, видео вставляют, и ты начинаешь смотреть, ну, второе, третье видео, у тебя начинается вдруг кортиться настроение, и ты начинаешь вовлекаться в какую-то другую игру. Поэтому я считаю, что у меня Фейсбук это самое серьезное зло использует, да, оно было создано для хороших мотивов, но сегодня его используют злые люди для того, чтобы формировать климат и формировать информационный поток для создания настроения в массах. Поэтому, дорогие друзья, если простой человек не может сегодня сориентироваться в потоке информации, он попадается на эту удочку. А к сожалению, хотим или не хотим, но таких, да, 80-70% таких людей, которым формируется, сегодня очень быстро надо сформировать общественное мнение. Очень быстро. И сегодня человек, который был героем еще там три года назад, и которого чуть ли не уважали там полмира, сегодня его могут сделать фашистом. Ну, как два пальца от бетона. А тот человек, который действительно фашист, тот человек, который действительно убивает, тот человек, который дает команды на то, чтобы убивать, раздирать, его вдруг делают героем. И все для чего? Для того, чтобы создать общественное мнение. Что в этом случае нужно, если мы попали? Да, мы можем от Фейсбука, можем отключиться от интернета, но это сегодня наш образ жизни. И легче всего отключиться. Но я предлагаю людям изучать вопросы, при которых он быстро начнет ориентироваться в информационных потоках и очень быстро подключаться к так называемому Вселенскому банку информации и черпать это напрямую от источника. Не через репортеров, не через всякие СМИ, которые, огромная часть СМИ, они скуплены теми или нет ими финансовыми планами для того, чтобы формировать и вести вот эту информационную войну, а напрямую к источнику. Мы опять же обучаем этих людей, кто-то называется эзотерической наукой, а я считаю, это наука развития личности, когда ты напрямую в медитациях можешь войти в потоки и когда ты из этих потоков можешь взять ту информацию, которая тебе нужна. И не нужны тебе СМИ, не нужны тебе никто. Ты тогда только заходишь в интернет, тебе сразу же та информация, которая нужна, она к тебе приходит, потому что ты сделал запрос. Опять же, этим вещам мы обучаем. И я очень рад тому, что сегодня уже 15% населения всего примерно такого же развития, как и я, мыслят примерно так же, как и я. И у нас сегодня, если когда-то это было 3-5% таких людей в средневековье на плах вообще садили, как правильно сказать, либо антихристов, либо ведьмаки, ведьмы и так далее, и так далее, потому что несут ахиены, ахиене против Бога, и так далее, то сегодня человечество изменилось. Я призываю к тому, чтобы вы раскрывали потенциал свой внутренний и учились этим вещам, потому что если, опять же скажу, не идти по этому пути, по пути развития личности, ребят, значит, тогда человек идет по пути деградации личности. А если он пойдет по пути деградации личности, то какую бы технологию ни дай, какой бы жизнеуклад ему ни дай, все равно все придет на круги своя. Ну, приведу простой пример. Мы сделали Советский Союз, но не мы, а наши отцы, деды, идеальная идея была, прекрасная была идея, суперная идея, но пришли к власти люди, хапуги, люди, которые на низких вибрациях, люди, даже, которые были образованные, они не могли повлиять на эти ситуации, и что произошло. все то же самое. Так вот, разрушь любой мир и создай новый, вроде бы, мир, но если люди не будут вот то, что я сейчас перечислил, делать и осознавать, и образовываться в новой личности, то ничего не изменится. Поэтому я призываю, чтобы мы не только с вами технологию применяли, определенную, которая может нас изменить и сделать нас богатыми, потому что, вы знаете, есть одно испытание властью, есть одно испытание властью. Вот дай человеку денег, и ты увидишь его истинное лицо. И нужно учиться сегодня распоряжаться большими капиталами, властью, которая может быть вам когда-либо придет, для того, чтобы вы могли быть прогрессивной, справедливой личностью. Итак, дорогие друзья, если говорить, уйти от этой философии, скажем так, и подойти к технической части, то какой же самый быстрорастущий высокодоходный тренд за всю историю человечества, который непосредственно выгоду могут получить 90% людей на поле. Сегодня это Skyway технологии. Ну и даже я скажу не то, что Skyway технологии, дорогие друзья, я в большей степени скажу, что это... Да, Виктор, ты хочешь что-то подключиться, что-то сказать? Алло? Алло, тебя видно? Виктор? Ты где там? В аэропорту что ли? Так вот, что я хочу сказать, ребят, что сегодня, если мы уберем Skyway, скажем, что необходимы транспортные системы, которые будут очень низкие по цене и дадут очень большие скорости и безопасность дадут в первую очередь. А второй момент, чтобы это развитие, я в этом развитии участвую как можно большее количество людей. Вот из всех предложений, если вы начнете изучать, я как профессиональный инвестор изучаю огромное количество предложений, но технологических, которое могло бы стать основой изменения общества, но технология Skyway это единственная технология, которая может быть. Сегодня есть технология гипотеза, которая тоже работает в этом направлении. Но посмотрите видео Анатолия Дорчунинского, где об этом он говорит, что он такое, то, что Маск изобретает сейчас, он это делал 35 лет назад. И он знает ошибки, и почему он это не делает, этого нельзя делать, это большая ошибка, делать это для безопасности как человека, так и транспортной системы вообще, ну это немножко тяжеловато. И поэтому, ну и по цене в 2 или в 2,5 раза дороже, чем у нас, это у Skyway. Поэтому, дорогие друзья, Skyway это высокотехнологическая транспортная система второго уровня. Скоростная пассажирская система до 500 км в час, грузовая транспортная система до 120 км в час, городская транспортная система до 120 до 150 км в час. И последние разработки это юнибаки и индивидуальные скажем юникары, которые могут передвигать, человек может передвигаться в любую точку мира. За счет чего? Посмотрите, к примеру, вот те башни, которые вы видите сзади меня, это как станция, башня станции. Но сейчас вот то, что Жак Фреско описывал радиальные города, они вполне вероятны, потому что от этой станции башни могут идти прямо к вам, даже если 50 км вы живете от центральной части, от города какого-то, вы можете на этом юнибайке доехать, ну от того центра я пришли до юнибайки, доехать за каких-то там несколько минут, то есть 20 км в час, 50 км это будет ну примерно там 20-30 минут, и вы на одном гектаре земли живете, все прекрасно, все хорошо. и почему этот тренд будет достаточно высокий, и почему он будет в течение как минимум 30-50 лет только расти. Ну, во-первых, вот 30% рынка, на который претендуем, как Скорбе и Анатолий Дорочунинский, это примерно 50 млн км дорог по всему миру могут построены быть, вернее, по евразийской части, Африка, Австралия. Мы берем пока только эти континенты. И опять же мы берем что 30% рынка. Дорогие друзья, это может построиться примерно за 15-25 лет и потом расширяться, то есть основные магистрали могут быть, а потом идет расширение уже розовых магистралей, индивидуальных магистралей и так далее. То есть в общей сложности это может затянуться до 50 лет вообще с полным расширением по всей территории Матушки-Земы. То есть даже на тех территориях, где представьте себе вот к примеру с Лондона в Токио можно не на самолете, а приехать на Юнингусе. Либо через некоторые острова можно в Австралию наверное не опустишь, хотя Анатолий Дарькович Ницкий говорил, что вот эти все острова Малайзия, эти все острова, которые лежат в Тихом океане и пересекают индийский Тихий океан, там может проходить гряда наших трасс свободно может проходить. То есть в любой местности мы можем пройти. И почему, какие же доходы, если говорить о доходах, вот я хотел показать такую табличку, она кстати есть у нас в Ютубе, можете набрать, за счет чего формируется доходность и акции дивидендов. так вот, если посмотреть вот здесь вот строительство, я просто цифры покажу, чтобы вы видели, сейчас я их отмечу. Значит, вот здесь вот цифра, если вы видите, я могу сейчас увеличить, а тут увеличения нету, кажется, но это дивиденды, которые могут быть при условии одного миллиона километров дорог через 10 лет. То есть, если у вас пакет акций, 100 тысяч акций, вот здесь вот я покажу, видите, в этом квадратике 100 тысяч акций, по сегодняшней цене это на 1000 долларов, то при условии одного миллиона километров дорог ваши дивиденды в год могут быть на уровне 21 тысячи долларов, а ваш капитал может измеряться, вот она здесь тоже, подчеркну, на уровне двух миллионов. Если же у вас миллиона, акций, то эту цифру просто умножьте на 10. То есть, ваш доход ежегодный может измерять дивиденды около 200 тысяч долларов, а ваш капитал может оцениваться больше, чем 20 миллионов. Миллион акций сегодня стоит где-то около 5 тысяч долларов. Поэтому, дорогие друзья, этот тренд не только может стать основным в ближайшие 20-30 лет, но еще и он может как основа многих валют. Как в свое время, когда строилась железная дорога в Америке, то индекс Доу-Джонс основывался на железнодорожных корпорациях, то есть на транспортной корпорации железной дороги. И пока 30 лет строились железные дороги, индекс Доу-Джонс рос. Более того, он рос еще потом 30 лет до 29-го года. Итого, в общей сложности 80 лет рос. Так вот, то же самое происходит сейчас, дорогие друзья, история повторяется. И у вас, если тогда возможности были только у американских граждан, потому что у них это все началось, то сегодня благодаря тому, что мы имеем знания, мы имеем опыт и прошедший опыт этих всех людей, мы знаем, может произойти, не мы знаем, предполагаем, вернее, предполагаем, что может произойти. И сегодня для того, чтобы это все реализовалось, нужна поддержка людей, нужна наша поддержка и посмотрите, что произошло уже. Благодаря нашей поддержке 11 февраля Минтранс России признал Skyway инновационным транспортом. Более того, сегодня уже ведутся переговоры с огромным подписан договором о намерениях Армандом Курникс с ирландскими скажем с Ирландией Министерства транспорта туризма. Сегодня огромное количество крупных инвесторов, которые настолько заинтересованы нашим проектом, что 21-23 мая Skyway Украина провела встречу в Ассоциации предпринимателей и производителей Украины, где присутствуют 30 тысяч предпринимателей во главе Анатолия Анатолием Кинахом, который собирается в мае месяце и ряд крупных бизнесменов. Мы входим в торгово-промышленную палату в России, в Иркутске, как потребительское общество Евразии. Сегодня мы развимся в 35 странах очень активно. Да, пока только с русскоязычным населением, но и англоязычная уже аудитория тоже нас изучает, нас поддерживает. И не бояться инвестировать, скажем так, многие говорят, что это Россия, там ничего хорошего не будет, но они не боятся инвестировать. Более того, если вы посмотрите последнее интервью Волкова Стрита Джордана Белфорта, который тоже ищет пути инвестирования в российскую экономику, потому что он видит огромный потенциал и огромные прибыли в будущем именно в российской экономике. И вот последние новости, которые прекрасны о том, что нас пригласили в инотранс, то есть мы будем в сентябре месяце представляться в инотрансе, где будет ноу-хау, технологический ноу-хау. Кстати, инотрансе участвовал однажды в 90-е уже в 90-е годах, кажется, и сейчас опять приглашены. Ну и самая интересная новость, которая мы не влияли на эту новость, мы просто заявляли, что к этому рано или поздно мы придем, но пенсионным фондам разрешено инвестировать 1% высокорисковые активы, то есть венчурные компании, которые могут быть перспективными и высокодоходными. А мы, как Skyway и именно Skyway технологии являемся именно такой компанией. Так вот, что я хочу сказать, и на этой неделе вышли серьезные новости от компании Skyway, хочу сказать о том, что с 30-го 0-4-го именно смена, то есть скажем так, смена дисконта у нас апрель месяц, то есть это дисконт, который сегодня есть, как я говорил, примерно на 1000 долларов вы можете купить 100 тысяч акций, то есть зайдите в личный кабинет и посмотрите, то с 1-го 0-5-го дисконт изменится, то есть 30-го 0-4-го это последний день, когда будет этот дисконт. Второй важный момент, для партнеров на акционерный счет начисляются акции, больше не будут, то есть если наши партнеры работали, и когда скажем так, стать инвестором и получали комиссионные как в деньгах, так и в акциях, то теперь в акциях начисляться не будет, только в деньгах. Ну и есть вероятность того, что акции спецдисконт с мая больше не будет только для тех, кто приобрел до 30-го 0-4-го, то есть если вы приобрели до 30-го 0-4-го, то вполне вероятно, что с 1-го мая, скорее всего с 1-го мая, для новых людей такой акции не будет. Поэтому, дорогие друзья, вы сейчас напомнили всем своим знакомым, напомнили всем, кого вы знаете, что возможности такие, они не возвращаются. То есть я вспоминаю, когда я только пришел 2 года назад, это март месяц, я покупал за 1000 долларов полтора миллиона акций. Сегодня полтора миллиона акций стоят больше 5000 долларов. Когда же будут представлены осенью городская грузовая система и у нас будут подписаны контракты, мы в лето сейчас будем работать с огромным количеством как бюджетных организаций, так и предпринимателей подписывать договора о намерениях. И когда презентуется и сертифицируется транспортная система, то, дорогие друзья, финансы потекут просто рекорд. А когда в Российской Федерации в осень будет введено вот это, скажем, утверждено, что пенсионные фонды смогут 1% от своего портфеля вкладывать в венчурные инвестиции, то деньги получить на Экотехнопарк, это будет уже не проблема. Поэтому, дорогие друзья, я к тому, что подумайте, почитайте об этом, обо всем, и еще изучите, посмотрите, что вам нужно делать. Следующая новость я хочу сказать, это то, что 21-23 мая 2016 года будет историческое событие Skyway Invest Group и Build Transnet. То есть, у нас открыта компания Buildsnet, которая инициирует адресные проекты по Белоруссии, в данном случае Брест, Минск, Москва и другие проекты, и SWIG, то есть Skyway Invest Group, как тоже инициаторы этого мероприятия. Что у нас будет? 21 мая мы с вами поедем на Экотехнопарк, 22 мая будет для партнеров эксклюзивный тренинг от меня и от Виктора Собора, руководителя департамента стратегического развития, и, кстати, Виктор Собор сделал весомый вклад в развитие фонда, особенно с осенью, когда он пришел, у нас пошли достаточно очень сильные, скажем, росты, обороты, объемы, то есть, были найдены некоторые такие вот направления, которые не давали бы того результата, который бы мы хотели сделать. И вот, дорогие друзья, воспользуйтесь этим возможностью, познакомиться и с строительством, и с Анатолием Дарчим Денисским, и с крупными инвесторами, которые приедут это мероприятие в том числе. Поэтому осталось всего лишь 4 недели, 6 дней, 19 часов и 24 минуты, но сегодня, сейчас это меньше, это я сделал назад, поэтому уже часов меньше, минут осталось меньше. Еще одно очень важное событие для партнеров, для тех людей, которые хотят создать капитальный доход более 1 миллиона долларов за 8-17 месяцев. Дорогие друзья, во-первых, нужно понимать, что такое капитальный доход, и что такое доходность, об этом мы будем говорить именно в Москве. Так вот, 27-29 мая первая международная бизнес-конференция партнеров Skyway. Это форум успеха будет называться, это международный форум, отсюда приедут и люди с Англии, с Европы, с России, Белоруссии, то есть страны СНГ и вполне вероятно даже уже приедут азиатских стран у нас, наши партнеры, которые будут учиться, как делать правильно этот бизнес, потому что для того, чтобы делать правильно бизнес и, скажем так, привлекать миллионы и десятки и сотни миллионов долларов, необходимо определенные знания, определенные навыки, как это делать. И чтобы вести переговоры с чиновниками, с фондами, с крупными инвесторами, с бизнес-ангелами и даже с простыми людьми необходим определенные навыки. Поэтому, дорогие друзья, мы предлагаем всем тем, кто хотел бы Skyway сделать не просто как хобби, а сделать еще профессиональной работой в будущем, может быть, даже стать одним из менеджеров, управляющим менеджером какой-то компании Транснета в вашем регионе, который будет развивать и строить адресный проект, участвовать в строительстве, иницировать строительство адресного проекта в вашем регионе. Вам необходимы эти знания, которые будут освещаться на этой конференции. И кому мы предлагаем посетить? Во-первых, агенты-консультанты и выше могут с собой привезти партнеров, которые сделали личные объемы более стаинных. То есть, во-первых, агенты-консультанты уже могут привезти, но они могут с собой взять еще партнеров, которые сделали личные объемы, личные инвестиции более стаинных. Второе, партнеры, которые сделали объемы более 250 юнитов. То есть, если вы являетесь партнером, ваш агент или консультант не едет, то для вас тогда, скажем, установка это 250 юнитов, вы сможете быть на этой конференции. И третье, партнеры любого фонда Skyway, которые работают именно Skyway-технологиями, у нас три фонда, если не ошибаюсь, или четыре даже, они могут тоже посетить это мероприятие, они должны будут сделать 250 юнитов Skyway-инвестгрупп. То есть, вам нужно будет зарегистрироваться, нужно будет платить, вы тоже сможете присутствовать и развивать свой бизнес потом в своем фонде, в котором вы работаете. То есть, мы не запрещаем никому посещать наши знания без проблем, только, конечно же, купите на эту сумму обучающий инвестиционный программ, станьте совладельцем компании, новые инвестиции должны сделать именно в нашем фонде SWEET. И, шаги, друзья, важность событий. Вот такое событие мая, которое и будет, его значение, но оно просто не сравнивается ни с чем. Вот знаете, я хочу сказать, что акции можно купить потом, нашим партнером можно стать и через год, и через два, и через три, но можно потом акции может быть купить на фондовом рынке за 10-20 долларов за одну акцию уже. Но события и мероприятия, которые проходят, они не повторяются. это является дефицитом. Так вот, событие, которое будет, вы поймите, что его в жизни вашей никогда не произойдет. Вот 21-23 мая 2016, когда в вашей жизни больше не произойдет? Вот никогда. 27-29 мая в Москве этого события никогда не произойдет. Так вот, дорогие друзья, кто хочет действительно и помочь проекту, и стать более прогрессивной личностью, более образованной личностью, я предлагаю прямо сегодня подумать над этим, задать себе вопрос, чего вы хотите в этой жизни. То есть, хотите ли вы новых элементов в вашей жизни, хотите ли вы попасть в новый тренд с новыми уникальными возможностями, которые бывают раз в сто лет. Если да, то инвестируйте в свои знания, инвестируйте в обучение, еще вы становитесь совладельцем этой технологии. То есть, поймите, вы идете в университет какой-то, вы просто платите за обучение, вы идете к какому-то интернет-коучу, тренеру или интернет-образовательному проекту какой-то, вы платите только там за обучение, а здесь вы платите и за обучение и становитесь еще совладельцем компании. Такого предложения сегодня в рынке, на рынке, мировом рынке никто не предлагает туркам. Поэтому я хочу вам предложить подумать над этим и принять решение незамедлительно. Почему незамедлительно? Потому что 19-го числа у нас последний день, когда к вашему АИПу, который вы приобретаете, вы получите еще 19% акций. То есть, к примеру, вы приобретаете 100 тысяч акций, значит, до 19-го включительно вы получите 19 тысяч акций еще податком. После 19-го числа уже этого не будет. То есть, будут только стандартные те пакеты, которые сегодня есть. Поэтому подумайте этим предложением, взвесьте все. Конечно же, вы не должны бежать сломя голову, сразу же оплачивать. Я предлагаю всегда изучить. Хочу сказать следующее, что мы являемся высокорисковым проектом. А высокорисковость, она подразумевает потерю всего капитала. То есть, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, то может быть потеря всего капитала. Поэтому максимум, что вы имеете право вкладывать, если вы как инвестор становитесь, не более 5% от своего капитала. Ну а когда вы хотите быть нашим партнером, и хотите развиваться как партнер, то конечно тогда вы вкладываете это в бизнес, а в бизнес вы должны вкладывать соизмеримые деньги. Если у вас нет денег, тогда мы даем вам возможности заработать с нами деньги, и вложить те деньги, которые вы заработали. И поэтому дорогие друзья, подумайте очень внимательно над тем, чего вы хотите, что вы хотите о своей жизни, хотите ли вы за очень короткий промежуток времени достичь уровня жизни богатого человека в полном смысле слова. А что я называю богатством? Вот посмотрите, видите 5 пальцев. Богатство это как 5 пальцев развития, где мизинец отвечает за развитие здоровья, это отвечает за отношения, это отвечает за эмоции, это за финансовое развитие, а это за вашу судьбу. Мы хотим, чтобы вы не просто были личностью, не просто акционером, не просто образованным, чтобы вы были богатой личностью, потому что богатство это развитие как 5 пальцев на руке. Когда вы развиваетесь как 5 пальцев, тогда вы мощный, тогда вы сильный, тогда вашим оружием становятся ваши знания в современном мире, и вы никогда, вот заметьте, никогда, то есть, вернее, правильно сказать так, бедность и нищета обойдет вас стороной. Это не будет даже на одном ступени с вами, они пойдут кому-то другому, когда вы обладаете вероятным знанием. И для тех, кто примет решение, хочу сказать, что если вы планируете перевод с вифтовым переводом, и ваш перевод будет больше 200 долларов, предлагаем вам перечислять на нашу компанию в Беларусь, на Белтранснет, есть счет в личном кабинете, потому что, когда мы финансируем на компанию в Беларусь, мы отправляем два раза в день с этой компанией в Экотехнопарк, в конструкторское бюро, то есть, в струнные технологии низкого в Беларуси. Таким образом, мы быстрее финансируем компанию, чем если бы вы отправляли деньги на какой-либо другой счет, который есть в личном кабинете. Это вот большая просьба лично от меня и от своего руководства компании. Поэтому, дорогие друзья, что я хочу пожелать в этот замечательный день, давайте все вместе поздравим Анатолия Горощу Инисского. Скажем, что, хотя, вы знаете, по сути, человек может жить столько, сколько он себе намерит. И однажды я смотрел один академик, его номинировали на наш российский академик на получение номинации, как он называется, когда вот академики что-то умное предлагает и им выделяет миллион долларов, Забыл. Так вот, он сказал, меня не примут в эту номинацию это 100%. И что он сказал? Он говорит, человек, почему живет 80 или 100 лет у нас? Потому что с детства он, когда рождается, он видит, что дедушка, бабушка 80 лет умерли. У него установка с детства мозга идет, что он тоже умрет 80 лет. А если изменить эту установку и сказать, что я буду жить 150 лет или 300 лет, почему это возможно? Печень живет 300 лет. Вы понимаете, да? Сердце 900 лет, поэтому можно и до 900 лет жить. Но один из главных моментов, я хотел бы, чтобы мы пожелали о том, что он хочет еще и чтобы мы вместе с ним помогли вместе с вами помогли ему реализовать планетарный проект это вредных производств за орбиту Земли, чтобы мы помогли нашей планете и помогли нашим будущим поколениям, чтобы на планете жизнь развивалась еще тысячи и тысячи лет. Вот это вот хочу ему пожелать от себя и давайте от нас от всех пожелаем здоровья, успеха, чтобы уже в крупные фонды, чтобы законы, которые пишутся в разных странах, они писались именно под нас, как сегодня это и происходит. Мы никак не влияем, мы только об этом говорим, мы это желаем, мы это хотим, а у нас сегодня больше 200 тысяч человек хотят это, да? И это не начинает реализовываться и чиновники сами начинают придумать законы, чтобы быстрее реализовался наш проект. дорогие друзья, вот что такое сила мыслей. Давайте пожелаем ему приятных моментов в жизни, чтобы здоровье было отлично, чтобы дети его радовали, чтобы в семье у него все было здорово, в нашей компании все было классно, здорово и хорошо. Ну, теперь я отвечу на несколько вопросов, которые могут быть... памятная монета, да, я хочу еще сделать один опрос, вот здесь есть новые люди, да, и после сегодняшней лекции, тот, кто еще не являлся инвестором, да, скажите, какую сумму вы хотели бы инвестировать в поддержке Skybreak технологии до 30, до 14, до 16, кто уже является инвестором, но, может быть, вы хотели бы еще раз проинвестировать. Давайте посмотрим, и я буду... Вы посмотрите, я посмотрю, какие есть вопросы ко мне, я уделю еще буквально 10-15 ответы на вопросы. Будет ли вышел дисконт через дни рождения Юницкого? Дорогие друзья, но мы даем 19 процентов с 1 апреля по 19 апреля, мне кажется, это хороший процент к вашей инвестиции. Если вы покупаете миллион акций, то вы получаете 19 процентов больше, то есть 190 тысяч акций, а после сертификации транспортной системы это 190 тысяч долларов, а после, скажем, когда будет построено уже, как вы видели, 1 миллион километров в долг, то это может быть на уровне, если вернуться, сколько там, одна акция, если 2 миллиона разделить на 100 тысяч акций, это 20 долларов, если у вас 190 тысяч акций, то это, дорогие друзья, 1 миллиона 800 тысяч, хороший, мне кажется, подарок, вообще-то, с Дианой мы инициировали этот подарок, поэтому до 19 числа включительно у вас есть возможность купить любой АИП, либо спецдисконт, либо стандартный в инвестиционных программах и получить 19 процентов. Ага, вот, когда появится возможность перевода акций партнерам с ВИК, дорогие видео, хочу вам сказать, эта возможность уже есть давным-давно, мы эти акции уже переводим с января месяца, то есть первые перевелись в начале марта, в середине марта, и сейчас, кто бы мне что ни говорил, у меня у родственников есть акции, я сделал перевод, конвертацию 1-го, 30-го марта, и эти акции уже есть в личном кабинете, они в личном кабинете находятся, вот, если у вас эти вопросы, обратитесь в нашу службу поддержки, она полностью проинформирована, но я проверил, они там находятся в головной компании, как в опционе, если вы не зарегистрированы в головной компании, вам нужно будет зарегистрироваться. Теперь следующее, мы договорились с компанией, мы им даем доступ в наш личный кабинет непосредственно Денису Юницкому, который ведет, сын Анатолида Юницкого, ведет реестр акционеров, и вот там будет ситуация, когда в нашем личном кабинете вы будете видеть выписку из реестра акционеров, раз, второе, вы сможете заказать сертификат, два, прямо на дом, прямо в нашем личном кабинете в Skyway, и в Swigover, и третье, вы сможете заказать выписку реестра от реестра держателя с Кипрского, но там будет стоить где-то 150 евро, поэтому это будет в личном кабинете, наши программисты сказали, что это, ну, конец марта, но они всегда задерживаются обычно на месяц, на полтора, поэтому я предлагаю вам, ну, хочу сказать следующее, что вот такая возможность, то есть у вас есть два варианта, либо кликнуть на конвертацию, который есть в личном кабинете в разделе ваш портфель, и тогда ваши акции перейдут в головную компанию, нужно, если вы не зарегистрированы в головную компанию, зарегистрироваться, если зарегистрированы в головную компанию, то значит у вас в личном кабинете оно положится, либо дождаться, когда мы в любом случае всех будем переводить, все, кто у нас есть, мы всех будем переводить, я об этом говорил, 2 апреля был телемарафон, Я на этом телемарафоне говорил, поэтому послушайте от 2 апреля, найдите от 2 апреля, послушайте по переводу акций. Поэтому тот, кто еще не перевел из СВИГа в головную компанию, не получил вернее, обратитесь в нашу службу поддержки, она даст вам, скажем, инструкцию, где находятся ваши акции. Код на акцию 19% какой? Код на акцию, вот это я, конечно, сейчас я попрошу, чтобы мне дали код на акцию. Ну или напишите, кто вот из наших, у нас же вот, от Април, вот он, да, код на акцию. Поэтому вы можете, вот видите, вскинули в чат, вы можете скидывать. Хорошо, если вопросов ко мне нет, когда будет работать виза Прибалтика? Ну, сейчас у нас, я думаю, в мае месяце будет подключена виза и мастер-карт, и вы сможете именно на нашу латвийскую компанию Skyway Invest Group Latvia, вернее, на латвийскую, а там тоже латвийская компания, образовательный портал Евразия, и туда вы сможете, скажем, оплачивать по визе мастер-карт. Так, у меня здесь пишет кто-то, сертификат на 2 миллиона 300, могу получить один на всю сумму или нет? Да, вы получите один сертификат на всю сумму. Если у вас 4 сертификата в СВИГе на 2 миллиона 300, то там, в кабинете, вы получите один сертификат полностью, на всю, Анатолий. Продвижение технологий в Узбекистане. Как, что сделать? Ну, вот я хочу сказать, дорогие друзья, кто в Узбекистане. Давайте пишите, Виктор Собор, он у нас руководитель отдела стратегического, то есть директор департамента стратегического развития, и он занимается именно стратегическим развитием компаний и регионами. Пишите непосредственно ему, он будет с вами встречаться, разговаривать, общаться через скайп сначала и принимать решение. Памятная монета 0 километр в СВИГе будет продаваться? Нет, не будет. Помогите, как по моей ссылке зарегистрировалась подруга, но она попала почему-то к другому. Это пишите в службу поддержки, сделают все, что смогут. Вот, хороший вопрос. Что произойдет? Наконец-то появились хорошие вопросы. Что произойдет с акциями, когда придут большие игроки и скупят все акции компании? Смотрите, 51% находится в контрольном управлении Анатолия Дорчуемицкого, поэтому он его не продал, пока акции не будут стоить от 1000 до 2000 долларов. Для чего он потом будет продавать? Чтобы сделать вот этот проект планетарного масштаба, вывести вредное производство за орбиту Земли. Вот это его главная цель потом будет. Но 51% принадлежит Анатолию Дорчуемицкому. А когда придут большие игроки и начнут покупать эти акции, они будут иметь как компании привилегированные акции, и для них это «но» не голосующее, они не будут иметь права голоса. Хочу вам сказать сразу. И второй момент. Продажи акций корневой компании не будут. Естественно, они будут расти по спросу. То есть, либо через фондовые рынки, либо через фондовый рынок, либо через, скажем, управление реестром держателя. Но цена будет, то есть спрос будет формировать цену. Какой будет спрос, так будет цена. Так, еще вопрос. По акционному счету не будут начисляться вообще те спецдисконты? По акционному счету вообще не будет больше бонусов. Только деньгами бонусы будут. Акциями на акционерный счет вы бонусов больше получать не будете после смены дисконты. До какого числа можно продлевать с дисконт? Ну вот сейчас вы можете его закрыть, открыть заново, и на 10 месяцев он будет действовать. Потому что обязательства по спецдисконту компания выполнять будет. Но новый открыть, вот когда смена дисконта будет, ну, наверное, вряд ли. Хорошо, если вопросов ко мне нет, будут ли введены карточки как банковские для вложений и так далее. Так, ответьте, пожалуйста, будут ли введены карточки как банковские для вложений и так прочее. Ну, я не знаю, зачем нам карточки открывать. У нас есть другие планы. Вот если вы посмотрите видео потребительское общество в личном кабинете, есть по потребительскому обществу. Там есть четвертое видео, четвертая сессия, которую я веду. И вы увидите, что там есть понятие РКЦ, расчетно-кассового центра. Вот там вот у нас будут карточки пайщика введены. Но это прототип, скажем, банковских систем. Вы можете почитать, изучить, посмотреть. А скажите, а есть ли здесь люди из Крыма, кто-то, кто живет в Крыму? Потому что я еду в Крым, и, скорее всего, 7 мая в Крыму я встретился со всеми инвесторами, которые там есть, партнеры. И мы сделаем такую рабочую встречу. В Симферополе мы встретимся, мы сделаем рассылку по Симферополю. И, не по Симферополю, а по всему Крыму. И смотрите в новостях, с 7 мая мы встретимся со всеми и запланируем, потому что я буду в Крыму в это время, и запланируем с вами какую-то небольшую тенденцию, может быть, человек на 100, на 200. В Симферополе примерно, может быть, 14-го числа, или 17-го, или 18-го, потому что 19-го я улечу в Минск, может быть, 17-го или 18-го мы с вами сделаем мероприятие. Но с 7-го я сообщу всем, кто в Крыму находится, где мы в Симферополе встречаемся. Андрей Днепр, приезжайте в Днепропетровск. Хорошо. Как только порядок наведете на Украине, сразу же приеду. Почему по SkyWay нет рекламы на ТВ? Очень многие не верят в этого проекта, хотелось бы, чтобы... Но как это нету? Дорогие друзья, пойдите только у нас. Видео в море, где Юницкий, да, в мае Прага также будет, 7-го, 7-го мая будет Прага. Еще. Кто в Праге, кто в Чехословакии, кто там рядом в Австрии, можете туда подъехать в Прагу. Кто в Венгрии. Значит, у нас есть огромное, где Сибиряков на телевидении, где Анатолий Дарович на телевидении несколько раз поступал, где огромное количество комментариев записано. Поэтому, дорогие друзья, у нас есть... Меня давно не было в Одессе, когда вы там будете. Но еще раз говорю, с моими убеждениями, дорогие друзья, вы хотите, чтобы я приехал в Украину, и на меня сразу оковы и одели, и в тюрьму посадили, что ли? Я же не поддерживаю полностью украинскую сегодняшнюю власть, или вы не знаете об этом? А в Украине есть статья, что меня могут объявить сепаратистом. Понимаете, да? Поэтому, если вы хотите, чтобы меня посадили где-то, то я могу приехать, и буду тогда проводить вебинары где-то с мест далеких. А где ссылки на видео по ТВ? Ребят, в Ютубе полным-полно. Наберите и выступления Медведева, и так далее, и так далее. Могу ли я купить спецдисконт предновогодний? Да, конечно. Если вы делали перед Новым годом спецдисконт, вы можете его сейчас закрыть, то есть вам нужно оплатить полностью. Там есть, оплатите, скажем, быстрее, да? И сделать, опять же, по такому дисконту, который у вас есть. Все рассказывают, когда увидят, что реально есть. Вот в мае месяце реально мы поедем, и как сказали некоторые нам парище, которые там есть, вполне вероятно, может быть, ну не знаю, процентов на 30, на 40, что может быть, мы увидим с вами уже легкие юникары двухместные или юнибанки. Вполне вероятно. Андрей, вы в Праге будете? В Праге не буду, в Праге будет Собор Виктор. И, скорее всего, меня пригласили, я буду, скорее всего, наверное, с Анатолием Дальше Миницким, потому что там много людей, надо будет вести много переговоров на Инотрансе в сентябре месяце. Если не ошибаюсь, с 21 по 23 сентября в Инотрансе, в Германии, в Берлине. Вот в Германии мы проведем несколько встреч, несколько семинаров. Если будет приглашение на сумму 5000 долларов и больше, то до конца месяца будут ли ли выводы на поездку в Миниц? Хороший вопрос, Жамиля. У нас есть промоушен. Если вы сделаете 12 с половиной тысяч объем за апрель месяц, то вы полностью бесплатно едете в Минск. Для граждан Беларуси, кто делает или лично привлеченные инвестиции, или личные инвестиции, или вы станете менеджером с новыми людьми, которые зарегистрированы в марте-апреле. Для граждан Беларуси, кто 3 с половиной тысячи делает объем за апрель месяц личных, либо лично привлеченных инвестиций, то тоже за наш счет полностью едет в Экотехнопарк. Мы полностью оплачиваем и поездку, и проживание. Андрей, в Казахстан планируете приехать? Разговаривайте с Виктором Собором. Он полностью отвечает за развитие и расскажет. Конечно, если вы соберете там тысячу партнеров, я с удовольствием приеду. Но для того, чтобы вы собрали тысячу партнеров, вам необходимо с Виктором Собором и сделать, скажем, работу. И у нас есть куратор по, скажем, Азии. Это, скорее всего, Казахстан, Узбекистан и Киргизстан. Сейчас Киргизстан и Казахстан это опять же вот наш представитель московский, она родом с Киргизии, поэтому имеет очень серьезный как бы такой предприниматель, бизнесмен, женщина похожа чем-то на нас с Виктором Собором, поэтому она будет курировать работу и вот с Виктором Собором связывайтесь и планируйте работу. Я с удовольствием приеду, когда будут тысячи партнеров и мы с вами спланируем эту работу, потому что тысячи партнеров нам в Казахстане для того, чтобы мы достучались до 15% населения. Хочу в заключение сказать, что мы 100% реализуемся и на 100% поддержит любое государство, любые чиновники, если у нас будет 15% людей в любой стране, которые хотят, чтобы этот транспорт реализовался, хотят ездить на этом транспорте. Поэтому мы ставим себе цель 15-25% в любой стране, где мы хотим инициировать адресные проекты, чтобы 15-25% населения поддержали нас. Кто-то финансово, кто-то морально, но поддержали. Алексей Иркутск. Если досрочно закрою дисконт 1-500, смогу его вновь взять. Да, совершенно верно. Михаил, скажите, когда закроется вход в компанию со всех фондов, люди могут заниматься дальше продвижением проекта, как это будет выглядеть? будут выглядеть инициации адресных проектов. То есть финансирование будет идти именно в адресные проекты. Именно поэтому в прошлом году, 15-го июня, было легендарное событие, где мы подписали, мы инициировали подписание трех проектов, очень важно. По Украине это Харьков, Одесса, Одесса, Львов, через Кишинев, Львов, Харьков, через Киев, на сумму 22,5 миллиарда. И по Европе глобальный большой проект Терко Лондон, Лондон-Лиссабон, через Францию и Испанию. И сейчас вот у нас в Германии очень активная группа предпринимателей заинтересовалась. Мы сейчас скорее всего откроем в Германии будет Transnet Германия или Transnet Германии где будет адресный проект вот этот который будет идти именно продолжением Терко Лондон Лондон-Лиссабон он идет через Кале Франция значит вот с Кале Франции до Берлина до Франкфурта до Берлина через Варшаву на Брест и на Минск то есть это будет в логике большой трассы Лондон-Токер вот скорее всего так вот поэтому мы будем инициировать адресный проект хорошо дорогие друзья я хочу еще раз пожелать всем хорошего настроения весеннего классного и давайте мы с вами сделаем важный момент я хочу обратиться ко всем партнерам вы знаете что я любитель медитации и Виктор Собор нас называют шаманами энергетиками особенно в инвестиционном мире называют инвестиционный шаман смеются некоторые люди но если вы посмотрите последние фильмы есть такой как миллиардер там миллиардер занимается медитациями даже прокурор занимается медитациями это нормальная форма сегодня так вот я люблю заниматься медитациями и сегодня обращаюсь ко всем партнерам мы помедитировали нашей группой такой вот медитативной поддержки где через вас сейчас будет приходить огромное количество людей с большими деньгами мы сделали такое что вы сейчас будут притягиваться люди капиталом то есть вполне вероятно вы завтра можете где-то познакомиться с человеком который скажет а я миллион хочу инвестировать чтобы вы были настроены на это либо вы где-то может быть ну не знаю у знакомых расскажете об этом и у вас ряд людей скажут о блин а можно по 10 тысяч инвестировать чтобы вы были готовы к этим большим деньгам чтобы у вас глаза не падали в обморок от этих больших денег а чтобы вы были готовы потому что мы сейчас сделали хорошую медитативную работу на этой неделе где через наших партнеров из наших инвесторов даже если вы инвесторы просто хотите поддержать проект и вдруг где-то о чем-то скажете вполне вероятно что к вам придет человек который скажет блин а я хочу там 100 тысяч долларов инвестировать как я могу это сделать так вот я обращаюсь к вам ко всем будьте готовы к этим деньгам будьте готовы к тому что вам сейчас будут приходить такие люди эти люди жаждут инвестировать свои деньги почему объясню я общаюсь со многими людьми которыми обладают капиталами от миллиона до 100 миллионов эти люди эти люди в панике они не знают куда деньги девать у них огромное количество денег свободных сохранилось на счетах они не знают куда эти деньги мы сегодня для них невероятное предложение сохранение их капитала и увеличение и самое главное самое главное это то что эти люди смогут в будущем сделать такой прогресс сумасшедший вы просто себе не правите и вполне вероятно появятся такие люди которые сегодня миллион долларов захочут инвестировать и вы будете проводником для него не надо много будет с ним говорить просто сказать да вы можете я соединю вас с нашим руководством и вы поговорите и расскажем как это нужно сделать не надо будет много разговорить они сами будут вас находить поэтому настройтесь сейчас что сейчас к вам в апреле и в мае месяц придет огромное количество людей которые могут инвестировать огромный капитал я хотел бы чтобы вы настроились именно на этот волну и чтобы вы были готовы к восприятию этой информации ну все дорогие друзья всего доброго рад тому что сегодня произошла встреч и до встречи в Минске 21-23 мая и с некоторыми кто примет решение поехать в Москву хочу сказать еще раз да в Москве для Москва для тех кто хочет стать профессионалом и за очень короткий срок выйти на капитальный доход более 1 миллиона долларов и там мы с вами поговорим о том как создать капитальный доход более миллиарда максимум за 7 лет всего доброго пока пока всем спасибо до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok